привет мои дорогие рад вас приветствовать нашем канале сегодня мы на улице у нас есть повод наши друзья из интернет-магазина гриланды прислали нам вот такой вот красавчик мангал смотрите отличный мангал как раз вот для дома для семьи 3 миллиметровая сталь покрашена огнепорной краской здесь у нас такие классные ручки если нужно перенести глубина по моему 15-16 сантиметров как раз чтобы вот нормально насыпать угля и отлично здесь у нас сделаны прорези чтобы с боков со всех четырех сторон можно было запекать на шашлычок в общем я очень довольны мне очень нравится ссылочка на магазин интернет-магазин гриланд будет в описании заходите заказывайте грили и там еще будет вас приятные сюрпризы по промо коду виктор вы получите приятные скидки и подарки так что вперед друзья но согласно производителю на нем нельзя сразу жарить шашлык нужно сперва его обжечь чтобы вот эта краска при обжигании она твердеет и потом она уже не облезает не царапается поэтому мы сейчас его обожгем замаринуем мяско а завтра уже он должен а завтра уже будем готовить шашлык сейчас он должен прогреться хорошенько и остыть спокойно вот так вот эту процедуру сейчас мы проведем вместе с этим грилем и можете приобрести вот такую вот крышку крышка очень удобно если бы например пожар приготовили одну партию шашлыка хотите пойти покушать и попозже еще можете накрыть этой крышкой и уголь у вас не прогорит будет стоять ждать вас потом не надо по новой разжигать и очень удобная штука здесь есть заслонки чтобы ну сами понимаете чтоб как тягу больше меньше делать сейчас когда немножко дрова прогорят я потом тоже сверху и и 1 и немножко обожгу чтобы она тоже свою температуру получилось получила мангал наш отлично обжигается теперь давайте замаринуем мясо у меня здесь свиная шейка по классике шашлык из свиной шеи по моему беспроигрышный вариант сейчас покажу вам мой любимый способ нарезки последнее время именно этим способом я пользуюсь получается мясо очень сочная и красивые кусочки значит вот я разрезал на две части теперь иду вдоль перед кусочек также иду еще раз вдоль и вот это уже нарезают на порционные кусочки здесь у нас получается кусочек крупный мы естественно не делаем его вот такой вот мы делаем его потоньше сантиметра два вот такие вот классный аппетитный кусочки на шампуре будет выглядеть кусок большой за счет того что здесь он тонкий он будет быстро прожариваться и оставаться сочным резали мы вдоль волокон и сейчас разрезаем поперек от этого уже мясо становится мягче красота какая смотрите все ребятки мясо я нарезал смотрите какая картина маслом красота объясняю почему я вот так вот раскладываем мясо сейчас мы будем приправлять то мы можем вот так каждый кусочек видеть каждому кусочку дать столько соли сколько нужно а если мы в общую бадью сыпем приправы то один кусочек больше посолился один меньше потом нужно сильно мешать да здесь видите волокна вот все расходится если это сильно начать мешать это все разлезется и разорвется поэтому этого не нужно делать сейчас я посолил теперь беру черный перчик немножко всего по чуть-чуть черного перца свежемолотого и мы видим где какой кусочек сколько получают сладкой паприки слегка даст приятный цвет ну конечно еще приятный цвет сделаем за счет зажарки но паприка тоже отлично будет вот так вот немножко немножко чили средней остроты у меня я люблю так слегка аромат и вкладывайте ребятки душу в это в этот процесс любое приготовление пищи ну шашлык это такое прям душевное блюдо и здесь у меня сушеный чабер отличная травка отлично подходит к этому мясу к свинине к шашлыку вот так видите каждый кусочек у нас равномерно приправлен и теперь берем переворачиваем и с другой стороны тоже самую процедуру проделываем лук знаешь друзья нарезаем покрупнее чтоб потом не мучиться чтоб с ним там не выбирать его вот так полукольцами так вот потолще нормально слегка посолим лук и нужно его так вот хорошенько пожамкать чтоб с него все пошел и сверху на мясо теперь друзья перекладываю все это в чашку мне будет удобнее помешать теперь друзья нужно добавить немножко водички если я делаю быстрый маринад за 2-3 часа надо срочно тогда я делаю минералку такую мощную с газом она прям на волокна его разбивает сейчас у меня будет сутки мариноваться поэтому смысла особо в этом нету я просто водички слегка грамм сто эту всю воду мясо сейчас впитает будет еще сочнее и вот так вот потихонечку нежно с чувством мешаем не надо его там убивать сильно слегка чтобы лук везде распределился вот видите воды нету ни капли она вся впиталась мясо немножко водички обязательно нужно добавлять и все больше ничего не нужно вот так вот прикрыли и теперь друзья оставляю при комнатной температуре на сутки я его не убираю холодильник потому что холод он замедляет процессы маринования если вы хотите два дня ну и он конечно и за сутки замаринуется ну в комнатной температуре он еще лучше не бойтесь его не пропадет ничего с ним не будет там соль лук специи отлично промаринуется у меня в комнате где-то 20 градусов так тепла ничего не произойдет отлично будет вот на улице например на природе когда мы маринуем летом жара на рыбалке вот жара наоборот ускоряет этот процесс весь маринации там за два-три часа мясо просто во рту тает так что ждем до завтра новый мангал и будет вот такой супер шашлык друзья прошли сутки мясо наше промариновалось сейчас будем жарить шашлычок темыч подтянулся как раз вовремя вчера простачковал для начала мы пойдем разожгем мангал пойдем на улице так друзья ну с мангалом ничего не произошло ничего не повело все отлично у нас прошел испытание так что все супер заказывайте такие мангалы также там вы можете найти не только мангалы но и казаны печи для казанов тандыр и много различных аксессуаров давай разжигаем здесь я приготовил немножко дровишек и там внизу салфетку немного растительного масла я не использую никаких там химических таблеток вот так вот масло и она все отлично разгорит пока разгорается угли займемся мясом вот мясо у нас замариновалось отлично на этом этапе я убираю весь лук я вот так вот сортирую разделяю от лука в отдельную теперь друзья добавляем сюда немного подсолнечного рафинированного масла грамм 50 от масла у вас получится на шашлыке классная румяная корочка слегка так перемешиваем чтобы пленочка была легкая от масла теперь только осталось нанизать все на сам на шампура и приготовить на гриле вот так вот вдоль нанизываем чтобы ничего не болталось не висела чередуем жирные с постными отлично будет слишком плотно не прижимаем чтобы вот так вот немножко расстояние между было чтобы они со всех сторон могли прожариваться мясо друзья готова смотрите какая красота идем к мангалу огонь тема и друзья хорошо разогрелись сейчас распределяем и хорошо прогорели но они еще довольно таки агрессивные для шашлыка распределяем ровненько и даем им немножко остыть на таком сильном жару нельзя жарить сразу все будет гореть все друзья уголёк успокоился такой более-менее покрылся пеплом начинаем ставить сейчас даем одной стороне прихватиться немножко и переворачиваем и почаще вертим почаще вертим потом чтобы она ничего не подгорело пару минут так прошло одна сторона прихватилась и переворачиваем так вот слегка она начинает прижариваться можно уже первый раз переворачивать ставим теперь на бок этот эта сторона тоже прижаривать очень удобно есть прорези вот так ребятки смотрите все равномерно нажарится какая красота смотрите ай-яй-яй-яй вот такой вот должен быть шашлычок ну еще буквально минут пять и снимаем ничего не горит ничего не полыхает дайте угольку отдохнуть и потом спокойно готовьте шашлычок ну все ребятки шашлычок наш готов снимаем вот такой вот румяный аппетитный красивый шашлык у нас получился пойдем друзья в дом здесь солнце зашло уже будем дегустировать в доме друзья мы все готово вот такая вкуснота у нас получилось сейчас будем снимать пробу дать вот этот хочешь давай смотри какая красота вот этот еще да под жарести ты любишь папа и соус для шашлыка вах 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 держи держи мясо и культурный руками бери вкусно с соусом красота шызлы в борту так давайте посмотрим как он тут прожарился видите отлично все прожарился сочненький то что доктор прописал как это вкусно как это вкусно друзья на вам большое спасибо за ваше внимание то что были с нами готовьте обязательно такой шашлычок он вам очень понравится до новых встреч на видео пока пока кушать шашлычок бомба